Сегодня, послание мое сегодня будет очень простое, послание Евангелия. Как я уже сказал, что название проповеди будет «Потерян» и «Найден». Давайте прочитаем 15 главу от Луки. И я поделюсь тремя разными историями, в которых рассказывается о чем-то потерянном. Первая притча о потерянной лепте. Давайте прочитаем с 8 стиха 15 главы от Луки. Suppose a woman who had 10 silver coins and loses one. Или какая женщина имеет 10 дракам, если потеряет одну. Once she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it. Не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. А найдя созовет подруг и соседок и скажет Порадуйтесь со мной, ибо я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божих и об одном грешнике кающемся. Давайте прочитаем вторую историю. Это притча о потерянной овце. Начиная с 4 стиха. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, Что он будет делать в этом случае? Не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. А найдя ее, Придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им Порадуйтесь со мною, я нашел мою потерянную овцу. Точно так же на небесах есть много радости об одной потерянной душе. Которая покаялась и пришла к Господу. Все эти истории, они очень известны. Вы раньше читали их в Библии. И давайте прослушаем историю третью о потерянном блудном сыне. Начиная с 13 стиха. По прошествии немногих дней, малый младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону. И там расточил все имение свое, живя распутно. 16 стих. И он рад был напомнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, и никто не давал его. И он пришел, придя в себя, он сказал Пойду, встану, пойду к отцу моему и скажу ему Отче, я согрешил против тебя, против неба и пред тобой. Далее отец говорит, мы должны праздновать и веселиться. Потому что сын мой был мертв, и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. А теперь давайте попробуем найти Сходство между этими тремя историей. Давайте сравним их. Что в них общего и что разного? Во-первых, во всех этих трех притчах, которые мы только что прочитали, что-то было потеряно. И хорошая новость в том, что во всех этих трех притчах что-то было найдено. Все эти три истории были рассказаны самим Иисусом. И это сегодня для нас иллюстрация. Пример. И все, что нашлось в этих трех историях, как оно закончилось? Это был праздник, это было хорошее веселье. А теперь давайте отдельно посмотрим на каждую историю. Первое. Драхма. И представьте себе, эта драхма потеряна. И знаете, в чем проблема была? Бедная драхма была потеряна, и она даже не знала, что она была потеряна. Она даже шума не могла произвести. Она не могла просить о помощи. Она не знала, что она была потеряна. Это ужасно. Вы можете ли вспомнить что-то подобное из своей жизни? Когда ты потеряна, и ты не знал, что ты заблудился. Может быть, ты помнишь те моменты, когда люди пытались вам помочь. И они пытались тебе напомнить, слушай. Может быть, твои родители говорили много раз, что это не правильный путь. Может быть, родители тебе много раз говорили, что это не правильный путь. Но ты был 100% уверен, что ты не потерян. Ты был похож на эту драхму. Но слава Богу, что кто-то искал эту потерянную монету. И когда эта монета была найдена, тогда был праздник большой. Может быть, сегодня все выглядит хорошо в твоей жизни. В 13 главе притча сказано, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Если вы сейчас это слушаете и можете вспомнить, что несколько раз вам кто-то говорил, что ты делаешь, это неправильно. Но тебе все казалось все хорошо. Ты не видишь ничего неправильного. Это один пример, который был дан нам из Библии. А теперь давайте посмотрим вторую историю. На потерянную овца. Знаете, в чем разница? Овца была потеряна точно так же, как копейка. Но овца знала, что она потеряна. Она наверняка издавала какой-то звук. Она наверняка просила помощи. Но Овца не знала, как выйти из этой проблемы. Она сама себе помочь не могла. Но она знала, что она потеряна. И может быть сегодня, вы подобны этой потерянной овце. Ты знаешь, что ты потерян. Ты осознаешь это. Ты осознал. Ты устал от этого. Тебе все это надоело. Тебе не нравится. Ты не хочешь быть в этой позиции. Но ты просто не знаешь, как выйти из этой ситуации. Может, ты издаешь какие-то звуки. Какие-то подаешь знаки. Может быть, ты нуждаешься в помощи. Но ты не знаешь, как найти эту помощь. Но ты знаешь, что ты потерян. Но слава Богу, кто-то... В Библии сказано, что человек искал эту потерянную овцу. И наконец он ее нашел. И как только он ее нашел, у овцы появилась надежда. В 39-м Псалме сказано, Господи, что мне еще? В Тебе моя надежда. Когда мы потеряны, нам необходима нужда. На прошлой неделе я летел в Мизури. Моя жена меня подвезла к аэропорту. И мой самолет отложили, отменили, потому что был сильный дождь. И моя жена в это время возвращалась домой с детьми. Если вы помните, это был тропический шторм здесь. И мои дети так испугались. И мой сынок, 6 лет, Даниил. И когда они ехали, просто дождь лил, как из ведра. И он так начал молиться, моя жена рассказала, как он молился. И он начал молиться, он сказал, Господь, ты мой щит. Ты мой щит. Lord, you are my refuge. Lord, you are my salvation. Около 20 минут он молился. До тех пор, пока дождь не остановился. 6 лет мальчику. Он знал, что делать, когда приходит шторм. Мы должны знать, что делать, когда приходит шторм в нашей жизни. Когда нам нужна надежда. During шторм, мы нужны надежда. Когда мы потеряли, нам необходима надежда. И Библия говорит, что ты моя надежда. И Библия говорит, что ты моя надежда. Ты единственная надежда. Но когда-то все пройдет, и тебе понадобится реальная надежда, и это надежда только в Иисусе Христе. Давайте посмотрим третье место Писания. Потерянный человек или блудный сын. Он также был потерян. И добрая вещь, хорошая новость в том, что этот молодой парень знал, что он потерял. В сравнении к другим предыдущим историям, этот парень знал, как себе помочь. Помните, монета не знала. Овца не знала. Но парень, этот человек, он знал, как себе помочь. Он знал, что делать. Он знал, куда идти. Он знал, что сказать. И это то, что он и сделал. Да, потребовалось время на это. Я не знаю, сколько лет прошло. Но мы знаем, что произошло в его жизни. Прошли проблемы в его жизни. И тогда Библия нам говорит, что он пришел в себя. Он убедился. И он знал. Он сказал, что он знал, куда идти и что сказать. И он сказал, встану. Пойду к отцу моему. Я вернусь в дом. И я скажу ему. Отец, я согрешил. Перед тобой и перед небом. Заметьте следующее. Он не только у Бога попросил прощения. Он попросил прощения перед людьми. Он сказал, отец, я согрешил против неба или Бога. И я также согрешил против тебя. Очень часто мы просим прощения только лишь у Бога. Но мы забываем попросить прощения у людей. Но знаете, это все работает в две стороны. Потому что Библия нам говорит, если мы не будем прощать людей, если не будем каяться перед людьми, мы не получим прощения. Потому что Бог прощает только тех, кто прощает других. Заметьте еще очень маленькую деталь. Первая история. О потерянной монете. Кто-то искал потерянную монету. Вторая история. Потерянная овца. Кто-то искал овцу. Третья история. Никто не искал блудного сына. Почему? Он сам вернулся к себе. Да, мы знаем, что отец его ожидал. Библия четко ясно нам говорит, что он был рад его видеть. Он побежал к нему навстречу, обнял и поцеловал. Но никто его не искал. Почему? Потому что это его был личный выбор. Интенционный выбор. Он знал, что он делал. Он знал, что он потерян. Но он не хотел вернуться. Он не хотел ничего поменять. Но что его заставило поменять свои мысли? Помните, что его заставило? Пигс. Свиньи. Смел. Запах. Голод. Нет денег. Проблемы. Трудности. Обстоятельства. Одиночество. Может быть, безвыходность. И вдруг он вернулся в себя. Может быть, сегодня ты проходишь именно через это. Может быть, у тебя есть что-то, что ты можешь назвать. Ты знаешь, что это такое. Ты знаешь, что тебя заставляет. Ты знаешь, что тебя заставляет. Что тебя постоянно напоминает о том, что ты потерян. И ты точно знаешь, что делать. Ты знаешь, куда идти. Ты знаешь, где церковь находится. Ты знаешь, что это важно. Ты знаешь, что это важно. Прийти сюда. Склониться. Попросить прощения. И ты знаешь, что Иисус верит. Он может простить. Он может дать тебе другие шансы. И ты знаешь, что родители тебе напоминали об этом. Но это твое умышленное решение не делать этого. Как ты насчет этого себя чувствуешь? Ты знаешь, что если ты зрелый христианин. Может быть, ты знаешь, что на сегодняшний день ты потерял вот эту добрую христианскую привычку. Может быть, ты раньше делал личную евангелизацию. Раньше ты просыпался по-ранче, чтобы иметь один-на-один общение с Богом. Раньше ты был более спокоен. А сейчас ты во гневе излишься чаще и чаще. Ты знаешь, как оно все работает. Ты знаешь, как все было. Но ты потерял эту добрую привычку. И это хорошо, если ты это понимаешь. Но хуже всего, если не понимаешь этого. Еще другая проблема, что когда мы что-то теряем. Мы иногда не знаем, потеряли ли мы это. Или его украли. Давайте скажем, в вашем кармане больше нет ключей или кошелька. Что вы думаете, это было потеряно или украдено? Мы не знаем. Мы не знаем. Но Библия нам говорит, 1 Петра, 5 главы. Бодрствуйте. Ибо дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Это реальность для нас сегодня. Как узнать, что ты что-то потерял, или у тебя чего-то не хватает? Иногда симптомы могут быть хорошие воспоминания. Ты всегда вовремя приходил в церковь. Ты ежедневно читал Библию. У тебя было служение. Ты был такой активный в церкви. Ты делал и то, и другое. Но больше ты этого не делаешь. Это все осталось хорошей памяти. Может быть, ты переживал присутствие Божьего в своей жизни. Может быть, ты переживал, как Бог прямо со Своего Слова говорил к тебе, но больше этого нет. Единственное, что осталось, это приятные воспоминания. Это знак того, что ты потерял это. У тебя это было, но ты потерял. Тебе нужно это вернуть. Как Дэвид, когда он потерял. Помните, когда он потерял много всего, семью. Он сказал, Господи, может быть, я пойду и завою это назад. Мы должны это возвратить. Мы должны прийти к Богу с этим вопросом и сказать, Господи, помоги это вернуть. Я хочу это вернуть назад в мою жизнь. Может быть, ты не понимаешь людей в церкви. Ты уже не понимаешь этих верующих христиан. Тебе кажется, они странны. Кто-то рядом с тобой сидит. И он такой счастливый на поклонение. Он поднимает свои руки. И ты смотришь на него. Пусти свои руки. Может быть, ты смотришь сзади стоящего. А он плачет. Во время молитвы. И он молится. И он так в молитву ушел. А ты стоишь и думаешь, когда же это все закончится. Ты не понимаешь уже Божьего присутствия. Тебе трудно понять, что радостный человек, потому что Бог и Слово Божие, и ты уже перестаешь их понимать. Это еще один знак того, что ты это потерял, и у тебя этого нет. Сегодня мой вопрос к тебе. Где ты находишься? Ты потерян как монета? Возможно, ты даже не понимаешь, что ты уже потерян. Потерян ли ты как овца? Ты знаешь, что ты потерян. Но ты не знаешь, как выйти из этого беспорядка. Или ты потерян, как этот блудный сын. Ты знаешь, что ты потерян. И ты знаешь точно, что делать. Ты просто решил этого не делать. Ты избрал это сам. Может быть, ты потерян в своих проблемах. Потерян в бедах. Потерян в штормах жизни. И ты не знаешь, что делать, куда пишешь, что сказать, как реагировать. Но Библия говорит, Филиппица 4, 13. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе. В другой версии говорит, что все могу в укрепляющем меня Иисусе. Что значит, что я могу все это делать? Здесь сказано, что я могу это сделать через Христа. Когда ты потерян в жизни. Когда ты потерялся в проблемах. Ты можешь через это пройти с Христом, со Христом. Ты можешь через это пройти с Христом. Ты можешь через это пройти делать что-то. Хороший пример, как отец учит своего сына плавать. Ребенок думает, что он сейчас утонет. Но отец 100% уверен, что этого не произойдет. Потому что он рядом с ним держит руки. И он может пропасть весь пассейн с отцом, когда отец рядом. Но у ребенка совсем другое мышление. Что это невозможно, он это не делает. Он сам никак не может. Это так, но благодаря отцу он это может. У меня жена была дома. И иногда и трудно было просто и домашняя работа, и готовляя еды, и ребенок, и церковь, и работа. Но благодаря моей жене я это все могу. Потому что я знаю, что она там, что она дома. Я верю, что она живая, что она справится. Точно так же мы должны верить в Иисуса Христа. Точно так же мы должны верить в Иисуса Христа. Что Он присутствует, что Он присутствует, что Он присутствует, что Он здесь может помочь. Мы можем это делать через него, с ним, через Христа. Я хочу ободреть тебя в вашей вере. Вы не хотите верить, что это Слово Божье. Это Слово Божье. Это Слово Божье. Я еще раз повторю, это Слово Божье. Которое держит нас. Когда мы не можем удержаться больше. Потому что Библия говорит истину. Ты можешь делать все через Христа, даже если ты потерян. Но это твое решение. Это твое решение. Тебе нужно избрать этот путь в жизни. Давайте скажем, что ты считаешь себя непотерянным. Тогда есть другая сторона. Ищешь ли ты потерянных? Или ты принял решение быть посерединке? Самый такой лучший, удобный ответ. Я так, посерединке меня не трогайте. Не будите меня, не беспокойте, не трогайте меня. Я так, посерединке. Я, слава Богу, не потерян. Может быть, когда-то я тебе помогу. Библия нам указывает разные уровни, как мы можем искать потерянных. Первая – это искать потерянных по месту. Если внимательно читаем, то мы находим о том, что женщина искала монету где? 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 Прямо в своем доме. Она подметала дом. Это хороший пример того, как мы можем искать потерянных в своей семье, в ворочи. Есть еще другое предложение. Когда кто-то ищет потерянных, далеко, вдалеке, в пустыне, в поле, человек, который искал потерянную овцу, ему нужно было далеко пойти, чтобы найти потерянную овцу. И есть третья ступень. Я только люблю праздновать и ходить на вечеринки. Три раза, в трех случаях, в трех притчах, в конце рассказывается, что там был большой праздник. И три категории людей. Кто-то был потерян. Кто-то искал потерянных. И люди, которым просто нравились вечеринки, веселья. Знаете, по-английски оно так звучит. И веселье началось. По-русски? Потому что по-русски оно звучит, что серьезное веселье началось. Но, знаете, есть люди, которые просто любят вечеринки, любят погулять, и все. И им даже все равно, кто потерялся, или он сам потерян, или искать потерянных. Но их часто приглашают праздновать. Сегодня где ты находишься? Ищешь ли ты? Находишься ли ты среди потерянных? Или тебе просто нравится веселиться? Праздновать. А что праздновать? А что-нибудь. Давайте посмотрим на Божью реакцию. На реакцию неба. Во всех трех случаях. Трижды. Говорится о радости, о веселье, о празднике. Того, что что-то нашли. И в Библии сказано. Я хочу напомнить вам еще раз. Что на небе больше радости. За одного потерянного грешника. Который кается. И возвращается к Богу. Может быть, ты тот человек сегодня. Небу нравится покаяние. Бог любит покаяние. На небе великая радость. Когда люди возвращаются ко Христу. Когда мы переоценим свои ценности. Когда мы готовы улучшить свою жизнь. Мы, как люди, или как в Киеве, мы празднуем много чего. Рождение. Холидей. Праздники. Много, много разных вещей. Мы хотим праздновать. Разные юбилеи и так далее. Много чего мы можем праздновать. Но я хочу напомнить всем христианам сегодня утром. Что мы должны помнить. Праздновать одну покаящуюся душу. Которая возвращается ко Христу. Только одна душа. Которая приходит ко Христу. Потому что Библия говорит. Что на небе великий праздник из-за одного пришедшего ко Христу. И сегодня. Я хочу бросить вызов молодым и старшим. Это очень простое евангельское послание. Мы хотим праздновать жизнь сегодня. Мы хотим праздновать. Мы хотим праздновать. Те, кто решили или сделали решение вернуться ко Христу. Сегодня, на этой неделе у нас в библейской школе. Подростковой библейской школе. Один парень. Он сидел в коридоре на полу. И он плакал. Мы спросили, почему ты плачешь? И он сказал, знаете. Я принял решение. Отдать мое сердце. Иисусу. И я могу себе представить, какой праздник на небе. Одна душа. Молодой парень. Сидя на полу плачет. Я решил отдать мое сердце Иисусу. Христиане. Что мы чувствуем, когда мы слышим подобное? Радуемся ли мы? Праздновали ли мы, когда это? Или мы просто привыкли, когда кто-то кается? Давайте все встанем. И я хочу сейчас сделать призыв к покаянию. Подростки. Молодые люди. Взрослые. Если сегодня ты потерян. Ты знаешь, что ты потерян. Сегодня ваш шанс. Вернитесь ко Христу. Примите решение следовать за Ним. Может быть, тебе родители много раз об этом говорили. Может быть, солнце тебе много-много раз говорит. Может быть, сегодня очередное служение, на котором тебе напоминается. Вернись к Иисусу. Посвяти свою жизнь Иисусу. Скажи ему, я решаюсь идти за тобой. Сегодня хочу отдать тебе свою жизнь Иисусу. И ты можешь стать центром праздника сегодня. Мы можем праздновать, и мы будем праздновать, и мы будем праздновать из-за тебя, из одного решения. Следовать за Иисусом на веки до конца своей жизни. Вы можете прийти сейчас прямо сюда. И вы можете страниться перед Иисусом и сказать, Отец, я согрешил против Тебя. Я согрешил против Тебя. А теперь я хочу служить Тебе. Я хочу изменить стиль моей жизни. Господь, Отец, помоги мне. Помоги мне, я понимаю. Я осознаюсь, что я был потерян. Я так жить больше не хочу. Господи, помоги мне.